Здравствуйте! В эфире программа «Время говорить». Сегодня вы увидите. Ну-ка съешь блина, чтоб весна пришла. В Рязани с размахом прошли масленичные гуляния. Паралимпийский огонь зажжен. В воскресенье всасывал прошла торжественная эстафета. Фундамент поправят, фасад покрасят, крышу починят. В Рязанском цирке скоро начнется капитальный ремонт. Ну а теперь обо всем по порядку. Сегодня у православных христиан начался Великий пост. История его связана с евангельским преданием о том, как Христос 40 дней постился в пустыне перед тем, как выйти на проповедь. Вместе с тем в это время церковь вспоминает последние дни земной жизни Иисуса Христа и его страданий. Сейчас в православных храмах совершаются особые богослужения, читаются специальные великопостные молитвы. Священники служат в темных облачениях. Великий пост отличается большой строгостью в ограничениях по приему пищи. Впрочем, как говорят священнослужители, каждый человек может и должен поститься в свою меру. И пост духовный гораздо важнее поста телесного. Великий пост – это самый важный период в жизни христианина. Вот пост, который готовит нас ко встрече великого праздника – Светлого Христового Воскресения. И вот сам пост, он, как известно, бывает пост и духовный, пост и телесный. Вот телесный пост – это всем понятно. Он заключается в издержании от определенного рода пищи. То есть мы отказываемся от продуктов животного происхождения. Но, к сожалению, многие люди, когда постятся, они соблюдают только телесный пост. Вот это, если по-иному просто сказать, диета. И вот духовный пост – это, прежде всего, это работа над собой. То есть это покаяние, это осознание своих грехов. Это когда человек смотрит внутрь себя, смотрит, какие имеет недостатки, что должен исправить. И телесный пост в одержании от пищи помогает ему сосредоточиться. А чтобы работать над собой, то, естественно, надо отказываться от определенных развлечений, от каких-то своих удовольствий. Великий пост – наиболее продолжительный и строгий из четырех многодневных постов в Православной Церкви. Сорокодневный пост и последующий за ним Страстная Седмица должны подготовить верующих к встрече главного христианского праздника – Воскресения Христова или Пасхи. Как сказал в своей проповеди святейший патриарх московский в Сеяруси Кирилл, в это время нужно провести особую духовную работу над самим собой, над своей духовной жизнью. Напомним, что нынешний Великий пост продлится до 20 апреля. Ну а по традиции, перед началом поста горожане отпраздновали Масленицу. В этом году масленичные гуляния прошли в Рязани с большим размахом. Главная площадка с блинами, чаем и чучелом была организована неподалеку от центрального стадиона. Рязанцы, наконец, проводили зиму. Праздник Масленицы состоялся на площадке перед стадионом ЦСКА. Традиционные гуляния прошли на широкую ногу с конкурсами, песнями, танцами и морем блинов. Все-таки подобные забавы объединяют русский народ. Затесавшись в толпе, наша съемочная группа поинтересовалась у рязанцев, чем же им так дорог праздник Масленицы. А скажите, пожалуйста, что для вас Масленица? Праздник. Народный праздник. Вам нравится этот праздник? Конечно, нравится. От тем, что заканчивается зима, наступает весна. Это Масленица, это прям душевный праздник. Душа моя Масленица, поэтому вот все душевно здесь. Поэтому мы Масленицу живем. Праздник народного веселья, то есть люди приходят, отдыхают, собираются вместе где-то. Масленица, это, так сказать, последняя неделя, а потом начинается великий пост. Вы поститесь? Масленица для нас – это весна, это блины и ряженые. Сначала весны, опять же, все это народное, промысел и так далее, гуляния, хорошо, общение. Кстати, этот вопрос мы задали не только гостям праздника, но и городскому руководству. Это ощущение детства, это в свое время при Окском в парке Гагарина были лошади, были шашлыки, были блины, был столб. Вот эти ощущения сейчас я испытываю, несмотря на возраст, то есть абсолютно они никак не меняются. Слава Богу. И мы в этом году, видите, вернулись на нашу площадку традиционную, которая 20-30 лет тому назад была. Надеемся, что мы ее разовьем, и рязанцам здесь понравится. И они вспомнят, как они здесь в детстве катались на горках и пробовали первые блины свои. А на главной площадке тем временем разворачивались настоящие баталии. Десять покорителей деревянного столба получили свои призы от организатора праздника. Гвоздем программы стало выступление знаменитых бурановских бабушек, участниц конкурса «Евровидение-2012». Нашей съемочной группе удалось получить эксклюзивное интервью от популярных фольклорных певиц. Ой, такой красивый праздник. И он не только красивый, но он и глубокий. И у нас тоже в Удмурте, и у Удмурта принято праздновать в Масленицу. И делать и блины, они у нас называются давани. И у нас еще национальное блюдо есть шекера, очень вкусное тоже блюдо. И поэтому широкая Масленица русская для нас тоже равна. Нас привезли сразу в центр города. А центр города – это высшедшая старинная история. Мы сразу ощутили, что это древний город. И традиции, вот прямо в традициях ощущаются. И первый, кто нас встретил – это ваш батюшка. Поэтому у нас прямо впечатление и море, и очень глубокие, хорошее впечатление останется от короткой нашей встречи, потому что мы видели вашу храму. Мы немножко постояли на службе, только начало, правда. Но там замечательный церковный хор. И нас благословили на сегодняшнее наше выступление. Так что мы счастливы, что мы у вас сегодня вместе. Бурановские бабушки своим задорным выступлением разогрели успевших за длинный день подмёрзнуть рязанцев. Вот так в Рязани подошла к концу и без того непродолжительная зима. А с праздника все уходили довольные, сытые и отдохнувшие глубоким-глубоким вечером. Масленичные гуляния в минувшие выходные прошли по всему городу. В конечном добрая тысяча рязанцев посетила празднование, посвящённое проводам зимы. Главные торжества развернулись у одного из торговых центров. Организаторами гуляний стали депутаты Рязанской городской думы и городское управление по работе с населением на территории. Всевозможные конкурсы, выступления рязанских творческих коллективов, обжорные ряды. Вполне логическое, а главное весёлое – завершение зимнего сезона. Масленицу отмечали не только на крупных городских площадках, но и в обычных дворах. Из одного из таких дворов репортаж Олеси Харлиной. Широкое празднование Масленицы прокатилось по всей Рязани. Даже в небольших дворах не смолкали музыка, смех и шутки ряженых. Жители дома 15В на улице Интернациональной в этом смысле настоящие молодцы. Сами придумали яркую программу и даже самых маленьких жильцов сагитировали принять в ней участие. «Масленица» Задорные сказочные герои только и успевали менять декорации. Желающих посоревноваться на скорость, смекалку и проворность нашлось немало. А убедившись, что сил хватит и на более серьезных противников, самые активные отправились прямиком на главный праздник – на спартакиаду дворовых команд. В этом году за главный приз сертификат на оборудование детской площадки боролись 19 сборных. Жители дома на Интернациональной 15В немного не дотянули до первого места, заняли почетное третье. После таких эмоций и заряда энергии порция блинов нужна побольше. Главное масленичное угощение, кстати, готовили прямо во дворе дома. А в конце, как и полагается, дружно проводили масленицу, запалив соломенное чучело. Когда-то наши предки рассеивали ее пепел по полю, чтобы придать силу посеву и будущему урожаю. Одним словом, весну встретили, как полагается, в духе времени. В воскресенье город Сасово принял эстафету паралимпийского огня. Поскольку этап пришелся на празднование масленицы, то вдоль всего маршрута организаторы развернули игровые площадки с адракционами, а также обжорные ряды с блинами и горячим чаем. Сасово стал одним из самых небольших городов в нынешней эстафете паралимпийского огня. Однако горожане провели мероприятие, что называется, на высшем уровне. На улице вышло более 40 тысяч человек. Сам огонь паралимпиады зажгли действительно особенным образом – от горелки воздушного шара в честь первого и легендарного воздухоплавателя Европы Крикутнова. Сасово супер! Сасово класс! Все ребята болеют за вас! Эстафета началась на площади Ленина, далее мимо музея краеведения, бывшей школы железнодорожников, которой в этом году исполнилось ровно 100 лет. Затем эстафета вошла в так называемый «Новый город», строительство которого связано с началом работы в 70-е годы – станкозавода. Далее через современный спорткомплекс «Планета спорта» огонь пронесли к местному МКЦ. Зажечь чашу паралимпийского огня выпала честь чемпионки и рекордсменки мира в толкании ядра Марии Богачевой. Завершится эстафета паралимпийского огня 7 марта – торжественной церемонии открытия паралимпийских игр на стадионе «Фишт» в городе Сочи. К другим темам. В Советском районном суде Рязани прошли учения судебных приставов. Сотрудники регионального управления на практике должны были показать свои навыки и знания. Управлением судебных приставов регулярно проводятся учения и практические занятия для, так сказать, повышения квалификации сотрудников и руководителей отделов. В этот раз приставы практиковались в Рязанском районном суде. Сегодня в рамках занятия старшие судебные приставы учатся методике проведения занятий по специальной подготовке с судебными приставами по ПДС. Совершенствуют свои навыки в организации повседневной деятельности по линии обеспечения установленного порядка деятельности судов. Одним из приоритетных направлений, которым занимается служба судебных приставов, является обеспечение установленного порядка деятельности судов. На постах, в залах судебных заседаний при обеспечении безопасности судей должны быть грамотные, высокопрофессиональные люди. Кто их учит? Их учат на местах начальники отделов, старшие судебные приставы. А мы учим именно эту категорию, то есть начальников отделов. По прибытии в свои структурные подразделения, в районные отделы, они, получив сегодня навыки и знания, принесут их в свои структурные подразделения. И обучат личный состав вот тем профессиональным навыкам, о которых я сказал выше. Грамотная организация режима пропускного пункта, умение пользоваться оружием, теоретические занятия по выдворению мигрантов с территории Российской Федерации, обеспечение безопасности во время судебного заседания. Это лишь малая часть элементов, которые с закрытыми глазами должен выполнять пристав. У нас работа очень ответственная и очень важная, так как мы осуществляем выдворение иностранных граждан на этот момент. Очень серьезную задачу выполняем, то есть руководство, от руководства. Она еще в свою очередь ответственна, потому что мы напрямую работаем с оружием, владеем оружием и имеем право применять его. Оружие, спецсредства, физическое силу. Оружие, спецсредства, физическое силу. В понедельник сообщает полицию, председателю суда, начальник района, гражданин сопровождается в помощь. В понедельник стало известно, что на должность главного врача областной клинической больницы назначен Александр Кузнецов. Как сообщает Рязанское информационное агентство ВИД сбоку, ранее Александр Кузнецов работал в сети стоматологических клиник. Александр Кузнецов – хирург-имплантолог высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук. Напомним, предыдущий главврач ОКБ Андрей Низов в ноябре прошлого года назначен директором территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области. К другим темам дня. Рязанский цирк скоро прекратит работу. Конечно же, на время. Причина банальна. Здание нуждается в капитальном ремонте, который должен начаться уже этой весной и завершиться осенью. Цирк в этом году будет закрыт на капитальный ремонт. Не на реконструкцию, а на капитальный ремонт. Вы знаете, стройка – это не аптека. Все не взвесишь сразу. Но ориентировочно, из того, как стояли планы, планировалось провести, так же, как и Сочи, довольно быстрый ремонт. И чтобы на Новый год цирк распахнул, обновленный цирк, распахнул уже двери и встретил зрителя на новых красивых сиденьях. Чтобы не протекал купол, который сейчас протекает. Чтобы вы не видели эти обшарпанные стены, которые сейчас видите. В фойе должно привестись порядок. Приезжали, обследовали. Цирк в свое время, понимаете, здесь была река протекала, лыбить. И здесь и грунт насыпной. Ушел куриный фундамент. Полы там неровные. Приезжали, все обследовали, что эти все полы будут убираться. Стелиться абсолютно новые. В общем-то, будут обновлены системы вентиляционные, кондиционирование, отопление. На сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Далее в нашем эфире программа подробностей, гостем которой стал глава Рязанской топонимической комиссии. Историк и краевед Николай Булычев. Речь в ней пойдет о возможном переименовании улиц в центральной части областного центра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова